С вами Новый Александр, ЛПХ кролик. Продолжаем пополнять наш плейлист под названием «Содержание кроликов». Мы с вами купили кроликов, мы с вами выбрали кроликов, мы выбрали породу, привезли домой, но не поговорили о клетках, о чем мы их будем содержать. В последнем видео я задал вопрос, о каких клетках вы хотите поговорить, дерево или сетка. Большая часть зрителей решила, что вначале это будут сетки. Дерево тоже не стоит вписываться в счету, потому что у кого нет помещения, в основном деревянные клетки и содержание на улице. О них мы поговорим позже, сравним сеточные клетки, сравним деревянные клетки. Но сегодня, как вы поняли, мы поговорим о металлических, поговорим о размерах, поговорим, какие виды клеток можно сделать сеточные. В моем понимании сетчатые клетки я делю на разновидности. Первый вид это клетки для самцов, второй вид это клетки маточные, третий вид это клетки откормочные. Откормочные в свою очередь можно разделить на клетки как одиночные, я их называю карцерами, клетки для ремонта и третье это клетки для отдыха матерей. Для более четкого понимания объясню, что клетка это одна составляющая, она может быть 2 метра, 3 метра, 5 метров, 1 метр, 60 сантиметров. А в ней уже есть секции, мы сегодня будем говорить более подробно о секциях. Клетку вы можете сделать любой длины, это на ваше усмотрение. Ну давайте по порядку, как я и говорил, самое первое это клетки для самцов. У меня именно клетка состоящая из двух секций. Одна клетка состоит у нас длина метр тридцать и разделена на две секции. Глубина клетки для самцов у меня непосредственно 60 сантиметров. Объясню еще, сегодня мы говорим о породах средних. Это панон, серебристый, калифорнийский, новозеландский, белый, новозеландский, красный вполне подойдут для этих клеток. О великанах мы сегодня не разговариваем. Клетки, при том для великанов с сетчатыми полами, не очень хороший выбор. Вот как раз там нужно будет поговорить о деревянных клетках, которые более подходят для великанов. Давайте продолжим. Клетка для самцов должна быть просторная, для того, чтобы самцы могли не только сами потянуться, подняться, чтобы не заработать горбатость, кривые лапы, какие-нибудь дефекты. Поэтому клетка должна быть, вот у меня ячейка одна, получается, в пределах 70 сантиметров, 65 и глубина 60. Высота должна быть не меньше, не меньше 45 сантиметров, не менее. Потому что самец, как я вам уже сказал, он здесь еще должен работать. Когда мы приносим самочку, они должны свое здесь дело сделать, и высота не должна на это влиять. Если сделать узкую клетку, самец может не развернуться. Размеры должны быть соответствующие. Плюс еще, у самцов должна быть перегородка, обязательно сделанная или фанера, или металл. Самцы не должны видеть друг друга. Они чуют друг друга, но не должны видеть. Если здесь у вас будет сетка, то это будет все, извиняюсь, засанно вокруг. Потому что самцы постоянно метят территорию, они у вас будут просто черно-коричнево. Теперь поговорим о самой сетке. Сетку в основном желательно применять двойку толщиной. Размер клетки для самцов здесь свободно подойдет 24 на 48 или 25 на 50. Для чего нужны такие размеры? Если вы кормите сеном, свободно можно положить сверху. И при этом у вас они свободно будут есть сено через сетку 25 на 50. Боковое то же самое. Боковая сетка также больше ячейка. Вот 24 на 48 у меня. Для чего? Самцы у вас на долгий срок. На долгий срок, но это год, два, три, пять. Самец имеет свойство такое обильное линять. Пух, маленькую сетку, если у вас будет 24 на 24 или 25 на 25, пух очень сильно задержится на сетке. Вам это будет проблематично постоянно обжигать, постоянно следить за тем, чтобы меньше было скопление пуха. Как вы знаете, от пуха кролики чихает, забивается нос. Ему это не плюс. Половая сетка. Я применял, именно вот в нижних клетках, я применял 12,5 на 50, но в данный момент я советую и применяю толщину двойку 16 на 48. Это самая оптимальная клетка, при том самцы большие, все равно применяю трапики, без этого никак, чтобы им можно было отдохнуть лапком. В клетках подразумевается в этих или бункерные кормушки, но нежелательно, или простые дозированные кормления с маленькими кормушечками. Это все, что касалось клетки самцов. Пойдемте дальше. Теперь поговорим об основных клетках. Это маточные. Это, считаю, самая основная клетка, в которой происходит акрол. В ней должно быть удобство для самки, для того, чтобы выращивать своих крыльчат. Удобство не только для самки, удобство еще и для крыльковода. Здесь подразделяю маточные клетки на два вида. Одни с составными ящиками или подвесными, ну с деревянным ящиком, да, и уже в промышленном виде, как я пытаюсь сейчас с ними работать. Промышленный тип. Давайте сейчас вначале затронем этот вид. В маточной клетке промышленный тип обязательно должно быть гнездовье, где будет кролица самка, и место, зона ее отдыха. Зона отдыха я разделяю как на две части, да, маточная и зона отдыха. Зона отдыха должна быть глубиной не менее 60, не менее 60, и шириной зависимой от раскройа сетки. У меня сетка получается раскройа 38 сантиметров. Здесь также клетка, это одна клетка, но в ней 6 ячеек. Глубина гнездовья 27 сантиметров, ширина 38. Зона отдыха самки обязательно, там находится у меня коврик, кто-то кладет фанерку, кусочек плитки, самка постоянно там находясь не должна добивать на топтыши. Сетка используется здесь вверх 24 на 48 на 2 толщиной. Боковые стенки по периметру я также использую 24 на 48, но перегородки обязательно должны быть 24 на 24. Потому что есть самки беспокойные, которые могут, допустим, у меня в последнее время, ну как в последнее время, года полтора, как я борюсь с серебристами. Серебристы через эту сетку, когда малыши начинают выходить, они ложатся близко к сетке, друг к другу, образуют такие маленькие кучки. И самка, рядом сидящая соседка, она ухитряется через сеточку 24 на 48 рвать уши, лапы, очень много гнезд было попорчено рядом с сидящими серебристами. Потому что они пытаются то ли защитить своих детей, то ли еще какая-то у них ненависть к этим крыльчатам, но они очень сильно дерут через сетку 24 на 48. Если сетка 24 на 24, это минимизировало какие-либо потери крыльчат, она пытается там, подерет эту сетку, но на этом успокаивается. Теперь поговорим о высоте. Высота в этих клетках я использовал 36, у настоящих промышленных клеток высота 31. В последнее время, ну как я испытал это, испробовал и в самом деле вижу, что высота моя лишняя, она ни к чему здесь не нужна. Поэтому в дальнейшем я буду делать высотой 31 сантиметр. У меня высота в этих клетках получилась 36 сантиметров, но ниппельное паение я опускаю с края клетки до 25 сантиметров. Для чего? Малыш, который вышел только из гнезда, он 25 сантиметров легко доставит. Без помощи матери он оперся на сеточку и может уже свободно попить. Пол в промышленных клетках маточных используем ячейку 16 на 48 толщиной 2. Поверьте, часто пишут, я встречаю в ютубе под различным видео комментарии, что малыши выйдут, сломают лапки. Поверьте, это не так. Ни разу еще я этого не видел. Кто видел, напишите. Я видел, когда лапка застревает у малыша 12 на 50. Это намного уже, когда маленький вышел, крыльчонок, у него может застрять лапка. Здесь лапка, если застревает, он ее легко достает. Сетки 24 на 24 или 25 на 25 ни в коем случае не применяйте на пол. В свое время я использовал по неопытости эти сетки. Неоднократно, пока использовал клетки деревянные на улице с такими полами, у меня были переломы лапок у крыльчат. И вообще лапок лишались кролики, потому что лапа застревает. И он пытается вытащить, и он лапку просовывает в другую ячейку. И сетка находится у него посередине. Очень тяжело вытащить. Просто раскусывал сетку, пытался вытащить, но мясо уже было разорвано. Ребят, никогда не используйте 25 на 25. Вижу часто на фотках эту сетку. Но поверьте, потом будете все переделывать. Теперь мы поговорим о откормочных клетках. Откормочные клетки это где будет содержаться кролик до забоя. Размеры клеток у всех откормочные варьируются по-разному. Я пришел к одному выводу, что ширина должна быть ячейки 38, также по раскрою сетки, как и маточная. В длину у меня не более 80 см, ну максимум 85. Объясню это тем, что неудобно работать с такой клеткой, если сделать больше 90. Некоторые делают и метр, но потом при работе, при эксплуатации невозможно ни опалить, ни почистить, ни достать кроличенка. Это очень тяжело. Высота этих ячеек также 31 см. Вот откормочные я сразу пришел к 31 см, потому что это самое оптимальное при раскрою сетки. И кроличатам вполне этого хватает. Дети задерживаются недолго. Они просидят где-то до 2-2,5 месяцев я в такой клетке держу. Если здесь 10 кроличат, то им этого места вполне хватает, но не более 2 месяцев. После 2-2,5 месяцев я рассаживаю уже самочки в одну клетку, такую же ячейку, самцы в другую. Ну и как видите, в такой ячейке свободно помещаются 4-5 кроличаток и до забоя они смело здесь доживают. Маточные клетки со вставными маточниками или навесными, смысл одинаковый. У вас есть размер маточника, который вы туда будете вставлять. Также здесь у меня ширина 30 см. Ширина маточника. Ширина самой ячейки у меня здесь в пределах 50 см. Это были мои первые, как подопытные клетки. Здесь сделал такие размеры. И так же по раскрое сетки получалось. Разница также здесь 60 см, здесь 30 см забираем. Сама глубина получалась 90 см. Вставной ящик смысл тот же самый. Там мы уберем лоток и перегородку. Здесь мы уберем в дальнейшем, как малыши начнут выходить, уберем отсюда маточник. И увеличится общая площадь. Часто в откормочных клетках, когда уже кролики рассажены, казалось бы, все в порядке, они будут расти до забоя в одной клетке. Допустим, 5 самочек, 5 самчиков. Они будут расти в каждой своей клетке. Но поверьте, увы, это не так. Часто кроличата начинают биться. Иногда могут 7 самцов хорошо жеваться в одной клетке до самого забоя. До 3,5 месяцев легко. А иногда в 2,5 месяца начинают уже друг друга бить. Вот здесь уже нужны откормочные клетки в таком формате, как я их называю, карцеры. Маленькие клеточки, в которых кролик просто существует, для того, чтобы потом уйти в забой. Это не подходит. Такие очень-очень маленькие клеточки. Размер 35-38. Глубина всего лишь 40-50. Высота также 31. Эти клетки не подходят для будущего маточного поголовья. Эти клетки не подразумевают, что в них будут сидеть ремонтные самки. Потому что молодняк, который здесь растет, он может зажиреть. А нам этого не нужно. Потому что мы самочек хотим оставить себе на ремонт, на дальнейшее воспроизводство. В этих клетках кролики свободно доживают из забоя, и все, освобождаются. И в этих одиночках они сядут по одному кролику. Этого вполне хватает. Для маточных и вот для ремонта я уже использую клетки 40-50 глубиной, шириной 60, высота 31-36. Сейчас в этом видео мы поговорили сумбурно о всех клетках. Потому что если затронуть какие-либо вопросы более подробно о производстве, от чего я ушел, почему ушел от деревянных, почему я сейчас полностью отказываюсь от второго этажа. На следующий год планирую это все помещение полностью переделываю в один ярус, как и в том помещении. От этого всего буду избавляться. Почему, если вам это интересно, напишите в комментариях, я посмотрю и сделаю видео уже в сравнении. Сравнение вот этих своих старых каркасных клеток, которые я делал, к чему-то приходил. Кто давно у меня на канале, вы видели, как это все происходило, как я варил каркасы, как я это все прикручивал, какую использовал сетку. Мои ошибки при производстве этих клеток для себя. Мы поговорим поподробнее. Я сравню уже клетки из сетки, клетки с деревом, как лучше все-таки сделать подвес клетки, внизу профиль, сверху профиль. Мы об этом уже поговорим поподробнее.